Тарата-тарата-тарата-тарата-там-там-там-там Севкав Севкав ТВ Че такое? Так, вот так вот И так Вот такое Жесткое название сегодня В моем эфире Почему же так жестко-то, да? Сейчас объясню Сейчас немножко настроюсь ЗОЖ Это чрезвычайно популярная тема запасного времени Давайте я подожду до появления кого-то в эфире И начнем мы с вами Мой монолог А лучше, если это будет, конечно, какой-то диалог Это было бы лучше всего Сейчас я как раз еду Для занятия ЗОЖ Хотя, конечно, нельзя Под ЗОЖ подразумевать какое-то Одно из направлений Типа занятия в тренажерном зале Или провешки на улице Или что-то такое ЗОЖ это философия Это целая жизненная философия Целая концепция Здорового образа жизни И такое жесткое название Это не просто так По одной простой причине Потому что под ЗОЖ Часто подразумевают совсем не то, что, наверное, надо правильно подразумевать Видите, как расшифровывается над аббревиатурой Здоровый образ жизни Здоровый, да? Здоровый в том плане, что направленный на здоровье А чаще всего наблюдается совершенно иная картина За последние годы я регулярно посещаю различные спортивные клубы Фитнес-центры Провожу много различных семинаров Вижу различных людей, которые пытаются заниматься спортом Занимаются спортом И говорят о том, что они приверженцы здорового образа жизни И в большинстве своем, что это за люди? Это люди, которые хотят приобрести Прежде всего, я таких больше всего вижу Хотят приобрести какие-то кондиции Или изменить кондиции То есть хотят замечательно выглядеть, прекрасно То есть иметь подтянутое тело С кубиками Хорошие такие мечты и цели Вопрос в другом Как это достигается? Это достигается сопряженно с приобретением здоровья Или наоборот Это достигается таким образом, что здоровьем при этом и не пахнет вовсе вообще Видите, как ни странно, но реально Можно добиваться одних и тех же результатов И с соблюдением в полной мере концепции ЗОЖ Здорового образа жизни То есть приобретая здоровье при этом Так можно достигать точно тех же результатов В виде кондиции Здоровье абсолютно теряем Абсолютно Так вот у нас за последнее время произошла именно абсолютная подмена понятий Под ЗОЖ подразумевают достижение какого-то внешнего эффекта Какий-то образ, какой-то стиль жизни Который больше в тренде и в моде Но который к здоровью имеет отношение очень далекое Скорее всего даже наоборот То есть это подмена понятия Ряда мероприятий, направленных на улучшение своего самочувствия, здоровья На другого рода мероприятия, которые позволяют достичь краткосрочного Значит, внешнего прежде всего Визуального, как правило, эффекта Путем частичной потери здоровья своего А почему так происходит? А способствует этому тренд Тренд на Скажем так, на красивое тело, наверное Вот так вот даже надо это сказать Потому что это очень сильно популяризируется И ничего плохого-то на самом деле в это нет Единственное, что обладание телом становится самоцелью И если бы при продвижении данной цели Не использовалась бы концепция здорового образа жизни То, собственно говоря, никаких проблем бы не было То есть не говорили бы про то, что Достигая прекрасной кондиции Мы занимаемся здоровым образом жизни Я еще раз говорю, что на самом деле это сочетаемо То есть можно добиваться прекрасных кондиций Ведя здоровый образ жизни Но путь этот сложный Долгий Трудный Очень Гораздо проще хочется добиться результата С помощью каких-то волшебных средств И такие волшебные средства на самом деле в принципе существуют Конечно, они не работают как по мгновению волшебной палочки Там, да, что просто пилюльку съел и все в порядке Нет, такого не бывает Даже волшебники гормональные пилюльки различного там Трода, стероиды, моноболики Пептиды, гормоны роста и все прочее Они требуют, безусловно, серьезной работы в плане физической подготовки Для того, чтобы получить значительный эффект И результат, который будет впечатлять А не какой-то посредственный вообще Да, можно Но я говорю, здоровым образом жизни здесь не пахнет вообще Если сочетаем здоровый образ жизни с достижением кондиций То это длительный, я говорю, и очень трудный путь, который подразумевает Правильное соблюдение режима дня Правильное соблюдение режима питания Наблюдение за составом питания Отношением качественных составляющих в пище Частоты приема пищи Сочетание продуктов в одном приеме пищи Я сказал уже режим дня То есть правильный сон Правильный отдых Правильные нагрузки Физические тренировки Разноплановые причем И в том числе и силовые, и кардио, и прочее И прочее, и прочее И вот только тогда это, через какое-то время Когда начнется перестройка метаболизма Организм будет выходить на новые ступени и рубежи То начнется трансформация тела Которая приведет к реальным серьезным результатам Но люди к этому Абсолютное большинство людей Которые вдруг ни с того, ни с сего решили вдруг измениться Они не готовы к таким изменениям Если они, вернее, к такой работе Чтобы достигнуть таких изменений И прозанимавшись месяц или два в клубе Если у них хватает терпения и силы воли Столько прозаниматься Даже прозанимавшись серьезно Они не видят таких знаковых изменений Которых бы им хотелось получить Но Это и было бы не очень плохо Если бы они видели хотя бы какие-то изменения И ими бы удовлетворялись И понимали, что изменения есть И значит, в принципе, это работает И надо просто продолжать Проблема в том, что они видят рядом людей Которые вдруг почему-то добиваются очень серьезных результатов И очень быстро Вот в чем самая большая проблема И часто это в том числе и фитнес-инструктора Которые являются действующими спортсменами Действующими чемпионами И которые при подготовке к определенному соревнованию В сезон добиваются великолепных кондиций Вроде вот еще был такой пухленький, залитый С водичкой такой мен Да, или девушка И вдруг он говорит Я начинаю подготовку там к осеннему сезону И за три месяца выходит в рассеченную кондицию такую Когда прорезана каждая мышца Каждое там это волокно и все И занимающийся у него смотрит и думает Блин, я тоже так хочу Я тоже так хочу Обращается И они где-то в кулуарах договариваются о том Что на самом деле надо бы там курсануть Вот И все И пошла массовка, что называется Человек начинает этим заниматься И возможно Здесь тоже два пути существуют Он либо добивается результата хорошего Если у него великая мотивация Или того результата, который действительно визуально проявляется достаточно хорошо Либо видя, что какой-то результат перечный появился Уверует в эти колеса настолько Что начинает работать спустя рукава Но результат какой-то все равно получен будет И самое худшее, что может произойти Если человек подсаживается потом на вечный курс Потому что эти препараты все Они кроме того, что позволяют добиваться значительных результатов В плане прироста силы Прироста мотивации Работоспособности Они еще действуют Очень сильно на психику То есть они Подзадоривают Они Повышают Такое Возбудимость И возбуждение То есть человек чувствует себя В более приподненном состоянии В более высоком тонусе У кого-то это больше в агрессивности проявляется Возможно Но у других Поэтому эти препараты И запрещены в прямой продаже Не столько потому, что Они вредны для здоровья Сколько они являются препаратами Которые Изменяют психику человека Ну конечно Тут кроме физической самозависимости Прилитается очень серьезная и психологическая зависимость И вот в этом очень большая проблема Но видите Тут уже здоровьем-то и не пахло Вообще в принципе совсем Да Особенно если это делается бездумно И просто пытаются люди повторить Результаты действующих спортсменов Которые И чемпионов Которые Готовы положить на алтарь Эта победы Многое Абсолютно В том числе и Ну здоровье собственно Больше того Спортсмен действующий Они Они занимаются этим серьезно и целенаправленно Они могут и как и здоровье положить Так они могут его и не потерять Если делать абсолютно грамотно все Грамотно входить в цикл Грамотно выходить из курса Вот после курсовую терапию какую-то Там это самое Сделать и все такое прочее И у них все получается Нормально Обыватель же гонится только за результатом Он не видит и не хочет видеть Всех Возможных Последствий Ну негативных И в итоге попадает На крючок Он привыкает к нехорошим Ну вещам Да А результатов Положительных Он получает Не так и много То есть минимально Вот И вот это вот все Ну в том числе С самосочетанием Со страшными Неправильными На мой взгляд Для обычной жизни человека Диетами Которые подразумевают Быструю сушку Это Безуглеводки Различного характера Там Ну Урезание Очень сильное Калоража питания И И прочее Прочее Ну то ущемление Что называется Когда человек просто Даже нормально Не соображает У женщин Там изменяется цикл Могут даже пропасть Месячные Как во время войны Там прям реально Из-за стресса Да Голова плохо соображает Из-за нехватки Углеводов Обезвоживание Происходит На определенном этапе Тож Или Еще другие проблемы Какие-то То есть Из-за этого Происходят срывы Депрессии возникают У людей И все такое Прочее И они достигают Этого результата Для чего Очень часто К определенному Вот моменту Говорят Надо к лету готовиться И человек получается Готовится к летнему сезону К тому Чтобы поехать в отпуск Страдает Месяц Для того Чтобы привести себя В нормальное состояние В нормальную форму Для того Чтобы на отдыхе Позволить себе Отожраться Опять по полной программе Потеряв все За две недели То что было достигнуто Ну ладно За месяц Это Маловероятно За два За три Надо месяц Получается Абсолютно Полный бред И вот это Гоняние Массы Туда Сюда Вот этот вот Набор жира Его сгонка Неправильное Это питание А его можно только Неправильно назвать Оно Правильное Для достижения Конкретной цели На конкретном этапе Но для жизнедеятельности Человека Оно неправильное Совершенно Потому что Оно не обеспечивает Правильное функционирование Организма Как Единого целого Вот Загоняет организм В абсолютный Тупик Ведет К износу Потому что Здесь нету А планомерного И правильного режима Я соблюдаю Режим питания Да На этом этапе В течение Трех месяцев Режим питания Это не в течение Трех месяцев Режим питания Это в течение Несколько лет А лучше на протяжении Всей жизни Правильно Когда соблюдается Вот это Приводит К глобальной Перестройке Метаболизма Которая И поддерживает Потом тело В том состоянии Стабильном Которое хочется Поддержать Если вы вышли На хороший уровень И постоянно Соблюдаете Один и тот же Режим Вот тогда У вас действительно Таким образом Перестраивается Метаболизм Что выбить из колеи Его даже трудно будет Даже если вы Месяц будете Жрать борщ С салом И закусываете Круассанами Если вы Питались Правильно На протяжении Пары Тройки лет И базальный Подняли Обмен Режимом Правильного Питания До очень Высокого Состояния Вы И килограмма Не наберете Лишнего Ну конечно Если это продолжать Делать То вы конечно Испортитесь Метаболизм Он обратно Перестроится В неправильный Режим Вот Так вот Долгосрочные Все эти вещи Вот только Они привести Могут Только они И являются Вернее Подпадают Под концепцию ЗОЖ Если вы хотите Именно заниматься ЗОЖ Настраивайтесь На долгосрочные Перемены А не Краткосрочные Это надо Однозначно Понять Если вы хотите Получить результаты Быстрые То о пользе Для здоровья Можете забыть Однозначно Сразу Даже если вы Толстый человек Толстый И вы быстро Похудеете То ущерба Своему Организму Возможно Вы нанесете Даже больше Чем если бы Вы не худели Вообще Да Вот даже так Вот абсурдно Звучит с одной стороны На самом деле Это так Есть риск Есть опасность Очень высокая При очень высокой Скорости похудения Люди Во-первых Идут по пути Которые Требуют Колоссального Напряжения И Сдержек В плане Напряжения Психики своей Ущемления Каких-то Привычек Что приводит К стрессам А стресс Это не есть Будет всегда Второе Это Организм Резко Не может Перестроить Свой Метаболизм Если идет Это похудение То оно идет Не за счет Перестройки Метаболизма Правильное За счет Шоковой Какой-то Работы Повышенной Нагрузки На различные Органы И системы Неправильной Стрессовой Когда из-за стресса Вырабатывается Кортизол Гормоны Разрушения И разрушается Все что только можно Да Жировая ткань В том числе Ну и вся Остальная Тоже Вплоть до Нервных Самогиклеток То есть Мозг разрушается Мышечная ткань Разрушается Кости Разрушаются Разрушается Все И здесь О зоже Речи идти Не может быть Даже вообще О зоже Речи идти Не может Такая речевка Классно Получилась Вот Так что смотрите Никакой подмены Понятия Происходить Не должно Смотрите Опять же О семантике Думайте О семантике Слов Здоровый Образ жизни А слово Здоровье То есть Образ жизни Ведущий К улучшению Здоровья А не улучшению Внешних Признаков Которые косвенно Говорят О здоровье А это Произошло Потому что Стало Возможно Добиваться Внешних Признаков Которые Помозрительно И Ментально Вот так вот У нас Ассоциируются Со здоровьем Их можно Стало добиваться Даже В нездоровом Теле То есть Можно добиться Красивых Внешних Кондиций При полной Потере Здоровья Раньше Это было Не так Когда не было Вот этой всей Этой Ну химозины Всего прочего То Как правило Да Красивое тело Говорило о том Что У человека Со здоровьем Все нормально Потому что Это было И там была Прямая Причинно-следственная Связь Если человек Занимался Занимался Правильно Без Допинга Без Химозины Без ничего Вот То Такие занятия Приводили К тому Что со здоровьем Становилось Намного лучше Да Причем Занятия Как правило Были Комплексные Силовые Подготовка Была комплексная Всегда Присутствовали Какие-то Другие виды Нагрузки То есть Люди Были Развиты Многосторонне Разносторонне Да Вот И поэтому Вот Собственно Говоря Тогда Все это Сочеталось Сейчас же Это Одно Ну явно Не Сопровождается Сами Другим Человек Внешне Может выглядеть Как атлет Анотентичный Прям Супер Пупер Можно Лепить С него Статую Геракла Там Аполлона Кого там Угод Дискобола Все Чики-пити Но со здоровьем У него Все не то И Там И органы Разрушены Это многие И Железы Внутренние СМГ Секреции Уже Атрофированы Полностью И так далее Вот И вот В этом то Весь Обман То есть Подменили Понятие Получилось Человек Оказался Обман В погоне За внешними Признаками Здоровья И Успешности В плане Достижения Здоровья И Телостроения Когда человек Хочет выглядеть Как здоровый Человек Он может Достичь Такого Внешнего Вида Здоровья Наоборот Полностью Потеряв Просадив Все сердце Или наоборот Там Заработав Почечную Ну Или Заработав Недостаточность Почечную Какие-то Гепатозы Вот Недостаточность Самки Сердечную Получить Это Сплошь И рядом Возникает Вот Такие Вот Вещи Это Что Касается Само Телостроения Второе Это Бездумное Занятие Новомодными Методиками Без Правильного Понимания Сути Процесса Прекрасная Тема Кроссфит Ну вот Прям Великолепная Я вообще Я являюсь Фанатом И круговых Самки тренировок Различных Суперсетов И кроссфита Вот Балдею просто Но тут Тоже важно Понимать Люди Посмотрят И какие-то Передачи Считают Что кроссфит Является Прекрасным Средством Для того Чтобы быстро Похудеть Прийти в форму Стать выносливым Является Да Является Только нужно Понимать Что это за Кроссфит Кроссфит Как Тренд Бренд Вид спорта СМК соревновательный Какую Степень И какой Уровень Подготовки У вас Изначально И каких Результатов Вы хотите Добиться И с помощью Какого Вида Тренинга Потому что Нельзя Без огня Выполыми Метнуться С Больным Телом Взять Какую-то Программу Высмотренную В интернете Когда написано Эта программа Позволяет За Несяц Скинуть Уменьшить Талию На 25 Сантиметров И все Человек Начинает Заниматься По программе И до Блевотины Прямо Реально На тренировке Так Изнемаждается Для себя Что Рвота Возникает На тренировке От Перетренированности Прямо В процессе Тренировки Самой Как таковой А потом Возникает Еще И Синдром Перетренированности И ладно Человек На этом Это Закончилось Если он Еще Продолжает Но Сильно Мотивирован То Тут Он Угробит Вся Полость И Это К закислению Миокарда Приводит И К закислению Миокарда Приводит Это И К Прочим Этим Вещам То Опять же Просаживается Сердце Изнашиваются Органы И Системы Из-за Большого Количества Гормонов Стресса И Результат Получается Прямо Противоположный Тому Которую Вообще Хотелось Получить В силовом Тренинге Та же Байда Человек Пришел За здоровым Образом Жизни Тренер Ему Зачастую Мог Изменить Понятие Потому Что Он Начинает Тренировать Так Как Он Готовится К Разным Соревнованиям Сам И Так Как Он Это Делает И Предположим Попался Тренер По Пауэрлифтингу И Он Начинает Человеку Давай Будем И Человек Начинает Долбить Базу Начинает Делать Становые Жимы Приседы Повышает Постоянно Веса И У него Это Все Прет В Стал Мастером Спорта По Русскому Жиму Там Или Что-то Еще Да А потом Вспоминать Начинаем А что Послужило Целью Того Что Человек Пришел Заниматься Он Начинает Вспоминать Когда У него Это Грыжа Уже И Проблемы Всякие Разные И Он Говорит Я Приходил Заниматься ЗОЖ Я За Здоровым Образом Жизни Приходил Вот А Мы Оказывается И совсем Мы не Занимались Даже Мы Занимались Тренировкой И улучшением Силовых Показателей Ба Все Не так И все Не то Когда Твоя Девушка Больна Или Когда Головушка Больна Получается Абсолютно Все Не то Видите Сколько Получается Направлений Сколько Есть Направлений Когда Происходит Абсолютная Подмена Понятия А происходит Она Потому Что Человек Который Идет Заниматься Хочет Заниматься ЗОЖ Очень Часто Хочет Переложить Ответственность За достижение Своих Результатов На кого-то На Тренера На Диетолога На Какие-то Методики Из интернета Просто взятые Не анализирует Абсолютно Информацию Не пытается Прогнать ее Через свои мозги Через логику Здравый Смысл И хотя бы Попытаться На Ну Поверхностном Уровне Изучить Эту Тему Да Правильно Говорят Что Нельзя Быть Экспертом Во всех Вопросах Каждый Должен Заниматься Своим Делом Правильно Тренер Должен Сангет Тренировать Это Совершенно Верно Он И занимается Своим Делом Только Понимайте Он И занимается Правильно Своим Делом Любой Профессиональный Тренер Спортивный Клуб Я не хочу На них Ничего Навалить Какую-нибудь Там Бочку Накатить Они Занимаются Правильно Они делают Все Правильно Вопрос В том Что Вы Задачи Свои Во-первых Неправильно Ставите Это Раз Час А второе Поставив Задачу Вы не Контролируете Исполнение Этой Задачи И мониторинг Исполнение Этой Задачи Вы можете Увидеть Что Вы уходите Не в том Направлении Тренер Как он Понял Так Он Вас И тренирует Если Он Да Он Может Вас Даже И правильно Понять А тренировать Все равно По-другому Здесь Вы Должны Объяснить Ему Что Вы Чувствуете Что Вы Делаете Не то Вам Мне Это Нужно Я Не хочу Приседать Со штангой В 200 Килограмм Мне Вообще Все равно С какого Веса Штанга Я буду Приседать Мне это Не имеет Значение Пусть я Буду Приседать Даже С собственным Весом Или Просто Пистолетики Делать На одной Ноге Мне Важно Чтобы У меня Там Произошла Сепарация Предположим Четырехглавые Мышцы Бедра Я Уверяю Вас Что Для Этого Совершенно Не Нужно Приседать С Большими Весами Абсолютно Если Вы Не Хотите Нарастить Огромный Объем Себе Ног И Сделать Большую Силу Ног Не Нужно То же Самое Человек Говорит Я Хочу Кубики Пресс Это Вовсе Не Значит Что Надо Брать На Грудь Диск Весом В 50 Килограмм И Делать С Этим Диском Кранч Можно Сделать Пресс Великолепнейший Вообще Без Всякого Веса Кроме Собственного Абсолютно Вот И Кроме Того Для Того Чтобы Пресс Был Хороший Нужно Не Пресс Не Массу Пресс Не Толщину Передней Брюшной Не Мы Пресс Пресс Не Прямой Мышцы Живота А Минимальную Жировую Прослойку И Вот Понимаете Когда Происходит Подмен Понятий Мы Достигаем Не Тех Результат Мы Идем Не Тем Это Путем Абсолютно И В итоге Получаем Не То Что Нам Надо И На Любом Этапе Вот Всегда Готов Есть Готовность Уйти От Понятия Здорового Образа Жизни На Любом Этапе Я Это Наблюдаю Все Время И Повсеместно Всегда Практически В 100% Случаев Поэтому До тех Пор Пока Вы Не Будете Грамотно Ставить Задачи Инструкторам Своим Не Будете Правильно Мониторировать Тот Путь По Которому Вы Движетесь Не Будете Отслеживать Промежуточные Результаты По Тем Критериям Которые Нужны Вам А не Вашему Тренеру Потому Что Он Будет Отслеживать Прогресс Ваш Опять Потому Насколько Вы Прирастили Объемы Или Насколько Килограммов У вас В месяц Вы Режим Да Вам Не Это Нужно Вообще Вам Другой Критерий Снизить Жировую Прослойку Без Ущерба Для Здоровья Вообще Так вам Надо Совсем По Другим Критериям Измерения Проходить Вам Надо Делать Биометрический Импеданс Измерять Состав Тела Во Время Тренировки Следить За Пульсовой Зоной Чтобы Не Выходить За Пределы Той Зоны При Которой Уже Будет Закисляться Миокард Вот Вот По Каким Критериям Оценка Должна Происходить Если Вы Следите За Здоровью И По Ряду Других А Не Потому Там Насколько Толще Стал Бицепс Или Выше И Там Насколько Вы Прибавили Встановые Тяги То же Самое Касается Питание Да То же Самое Касается Я Просто Уже Подъехал Поэтому Дальше Развивать Я Эту Тему Не Буду Но Просто Хочу Сказать Если Вы Хотите Достигать Результата Реального Того Который Нужен Вам Вы Должны Все Равно Хотя Бы На Банальном Уровне В Теме Разбираться А не Пытаться Чтобы Кто-то Разобрался В Этой Теме За Вас А Вы На Это Все Забили И Сказали А Бой Мне Насрать У Меня Тренер Профессиональный Ну Персональный Есть Я С Нем Занимаюсь И Поэтому Все Будет Нормально Это Знаете Сродни Чему Это Сродни Тому Пациенту Который Страдает Предположим Каким-то Хроническим Заболеванием Печени И он К врачу Приходит И считает Что если Он К врачу Пришел То есть Дал себе Труд До врача Дойти То в принципе Вот и все Здоровье Ему Это гарантировано Вот это Абсолютно То же самое То что Врач Ему И то что Вернее Врач Это только Лишь Вспомогательный Инструмент Для того Чтобы На конкретном Этапе Проконтролировать Какие-то Моменты Дать Какой-то Совет А человек Должен Изменить Все Сам И сам Контролировать Свой образ Жизни Свою диету И все Остальное Прочее Вот Он этого Не понимает Он думает Если он К врачу Пришел Все Значит Он и уже Все сделал Все что мог То же самое К тренеру Записался Персональным Все И сделал Все что мог А на остальное Все насрать Пускай У тренера Голова болит Если что-то Не получится Виноват Будет В этом Только тренер Он дурак Все Вот так Вот возникает Да И это Неправильно Совершенно Вот Поэтому Обязательно Вам придется В теме Разобраться Обязательно Хотите Результаты Разбирайтесь В теме А я Сейчас Рекламу А я вам Ну я вообще Не хотел об этом Говорить Но прям Просто В голову Пришло А я постараюсь Вам в этом плане Помочь Потому что У меня Сейчас Как раз Я Наконец-то Запустил Издание По теме Корректура Проект Который Длился У меня На протяжении Трех лет Ну Результатов Я достиг За два года В общем-то Вот Но уже Прошло Три года И результаты Только лучше СМГ становятся От года К году Когда Именно На протяжении Трех лет Шла Трансформация Тела От 105 Килограмм От 105 До 75 До 75 То есть Сколько Получается 30 Килограмм Скинуто И Тело Переделано Полностью Вообще Вот Такой Долгий Путь Но И реальные Достижения Реальные Результаты В течение Года Произошли За два Года Они Уже Стали Можем Сказать Многие Посчитали Выдающимися А за три Года Вообще Это вышло На уровень Когда Уже Это все Легко Абсолютно И в форме Находишься Постоянно Не под сезон Не как-то А вот Постоянно В форме Не теряя ее В принципе Вообще Никак Вот Ну что Смотрите Наблюдайте Анонс Будет Вот Сейчас Например Идет Тема По Прежде Прежде Всего По Питанию Будет И Будет Интересный Такой Видеокурс С набором Рецептов Называется Вкуснюшки Для тех Кто на сушке То есть Это Ну Сушка Это так Условное Понятие Потому что Там сушка Не пахнет Это Различные Вкусненькие Вещи В принципе Которые Очень низкокалорийно Помогают При буче Когда Белково 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 Чередование И хочется Что-нибудь вкусненькое И вечером съесть Вот как это Вкусненькое Приготовить Чтобы это Вкусно было Да И даже Сладенько Но в то же время Не было там Сахара И все такое Прочее Ну ладно Все Всем пока До встречи Смотрите Анонс Салют